Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы посмотрим на свежий Asus VFBook S15. Отличный ноут для повседневной жизни с неплохой производительностью. Крышка из плава алюминия, сильно собирает отпечатки пальцев, но практически не проминается рукой. Весит ноут 1,7 кг. Цвет корпуса черный, дизайн довольно минималистичный, но стильный. Справа на крышке название компании. Крышка раскрывается двумя руками на 180 градусов. Крепится одним большим шарниром. Он не тугой, поэтому она легко двигается. Диагональ экрана 15,6 дюймов, разрешение при этом 2,8к. Дисплей это одно из главных преимуществ этого лэптопа. OLED экран с частотой обновления 120 Гц. Покрытие глянцевое, но лэптоп имеет защиту от мерцания и синего света. Пиковая яркость в HDR контенте 600 нит. В другом контенте 400 нит. Контрастность миллион к одному. Цветопередача 100% DCI-P3 и 140% sRGB. В общем и фильмы посмотреть, и с фотографиями поработать одно удовольствие – картинка очень насыщенная. Но стоит учесть, что включен режим подавления синего света, поэтому она будет больше отдавать в теплые оттенки. Для работы с фотографиями режим лучше выключить. По поводу защиты дисплея от выгорания немного позже. Справа сдвоенный разъем мини-джек, Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI и разъем для зарядки. Слева один порт USB 2.0. Для полного счастья не хватает только Ethernet порта и кардридера. Внутри лэптопа 14-ядерный процессор Intel Core i7-13700H с базовой частотой 2.4 ГГц. Видеокарта встроенная. Intel Iris Xe Graphics. Оперативная память 16 ГБ DDR5, 4 800 МГц. SSD накопитель на 1 ТБ. Ноутбук поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. На задней крышке ноутбука несколько резиновых ножек, прорези для динамиков и вентиляционное отверстие. Откручиваем болты, снимаем крышку и попадаем внутрь. Внутри 75-ваттная батарея. Время автономной работы около 7 часов при просмотре видео на максимальной яркости. И до 10 часов в браузере. С 0 до 100 процентов заряжаются за полтора часа. Динамики Harman Kardon имеют потрясающий, объемный и довольно громкий звук. SSD накопитель на 1 ТБ можно поменять, но дополнительных слотов для установки нет. Оперативная память распаяна и заменить ее не получится. Система охлаждения ноутбука состоит из одного вентилятора и двух трубок. Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком. Имеют синюю подсветку. Ход клавиш средний. Нажатия очень мягкие, почти бесшумные. Кнопка включения встроена в клавиатуру справа. Она оборудована сканером отпечатков пальцев. Тачпад довольно большой и чувствительный. Прокликивается по всей поверхности. Пользоваться им очень удобно, а звук кликов не громкий. Камера 2 Мп находится в верхней части экрана и оборудована защитной шторкой. Сейчас звук и изображение идут с ноутбука. Камера пишет в Full HD разрешении 30 кадров в секунду. Картинка довольно хорошего качества, но немного отдает в красные цвета. Такого изображения более чем достаточно для видеоконференции. Микрофоны с шумоподавлением и звук от них должен быть очень хороший. Но о его качестве и выводы, как всегда, делайте сами. В лэптоп предустановлена операционная система Windows 11 Home. Также установлены все полезные системные программы, в том числе и My Asus. В данном приложении можно управлять системой и настраивать ее под свои параметры. В том числе можно включить режим защиты OLED-дисплея от выгорания. Различных настроек здесь полно. Можно настраивать как и экран, менять цветовое пространство, снижать мерцание и синее свечение и многое другое. Плюс здесь можно увеличить громкость динамиков. Еще здесь можно установить последние обновления для драйверов. Бенчмарки и тесты были выполнены в режиме повышенной производительности. Лаптоп проявил себя средне. Corona 1.3 завершена за 1 минуту 48 секунд. Процессор с бенчмарками справляется хорошо, но встроенная видеокарта их не тянет, поэтому о 3D моделировании речи не идет, можно выполнить лишь простейшие задачи. В играх по той же причине производительность не самая лучшая. Большинство из них идут в режиме слайдшоу. Dota 2 на максимальной обработке экрана выдает порядка 50 кадров в секунду. Система охлаждения здесь слабая, поэтому во время игры процессор нагревается до 90 градусов. Даже в цивилизации, с которой машина на первый взгляд хорошо справляется, температура процессора поднимается до 95 градусов. Поэтому в игре на лаптопе лучше не играть. Но если все-таки хочется, то лучше в нетребовательной, чтобы машина не перегревалась. В комплекте с ноутбуком идет блок питания на 90 ватт, а также наклейки и картонная подставка. Лаптоп сделан очень качественно, и работать за ним одно удовольствие. Его основные недостатки – это невозможность установить дополнительный SSD накопитель, а также отсутствие кардридера. С таким экраном хотелось бы видеть его наличие. В игры на ноуте также не поиграть, но будем честны, он для них и не предназначен. В остальном это отличная машина для работы и просмотра фильмов. Контент на ярком OLED-экране просто потрясающий. Цена на 13 ноября 2023 года – 136 тысяч рублей. Все полезные ссылки в описании. Ну а с вами был Нотик. До новых встреч!